Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Сюжет очень простой. Это та же самая логика, которой придерживался иранское руководство и до того. То есть в ответ на израильские удары, они демонстрировали специальную осторожность и не действовали активно, жёстко по нанесению ударов по Израилю. Причина тоже, видимо, просматривается очень простая. Не давать повода Израилю начинать военные действия и предоставить право Израилю самому начать военные действия, чтобы нельзя было оправдать израильские вторжения в Хезбаллу, в Ливан, действиями Хезбаллы, ливанского руководства. Поэтому ракетными ударами они отметились. Хуситы продемонстрировали, что они располагают оружием, которое, как нож сквозь масла, прошивает всю израильскую и американскую системы ПРО. Я хочу напомнить, что одна единственная ракета прошла сквозь систему противоракетной обороны двух эсминцев, которые пытались её сбить, а на ней ничего сделать не смогли. Прошла сквозь всю израильскую систему противоракетной обороны, которая, естественно, была готова и пыталась её сбить. Поскольку эсминцы пытались сбить, они довели, естественно, до центров управления израильская система ПРО о том, что такая ракета летит. Кроме того, израильские системы противоракетной обороны и противоракетного наблюдения, ее, конечно же, увидели, это баллистическая ракета, она идет на большой высоте, она ее видна издалека, поэтому ее засекли, но сбить тоже не смогли, и она поразила свою назначенную цель. То есть прошло испытание фактически гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях, в условиях массированного противодействия систем противоракетной обороны, и выяснилось, что западные и израильские системы противоракетной обороны ничего с этой ракеты сделать не могут. То есть это продемонстрировали. Понятно, что в случае, если будет наноситься удар Ираном, то такой удар будет наноситься уже не одной, а десятками, а может быть даже сотнями таких гиперзвуковых ракет, и израильская система противоракетной обороны ничего сделать не сможет. Более того, этот удар может быть нанесен высокоточный, потому что эта ракета обеспечивает точное поражение на назначенной цели. И этот высокоточный удар может обрушиться на центр Димон, ядерный центр Израиля, на другие ядерные объекты ядерного комплекса Израиля, в результате чего просто-напросто территория Израиля стать непригодной для жизни вообще как таковой. Радиационная катастрофа, маленькая территория страны, она становится непригодной для жизни. Вот примерно какой вариант. Они демонстрацию свою привели руками хуситов. Сегодня Хизбалла бьет, а сухопутного вторжения нет. При этом совершенно очевидно, что Хизбалла выигрывает время для того, чтобы усилить, во-первых, восстановить систему управления, восстановить кадровый потенциал командного состава, чтобы те люди, которые были ранены, получили, так сказать, восстановили здоровье свое. И на этом фоне усилить и перевести в боевую исполненность свою систему обороны, первую, противотанковую. Вот для того, чтобы устроить им очередной вариант 2006 года, когда израильтяне сунулись в Ливан, и в результате понесли очень тяжелые потери в бронетанковой технике, в личном составе вынуждены были откатиться. После чего премьер тогдашний был снят с должности и оказался под судом. Вот примерно такая стратегия я просматриваю сейчас у Хизбаллы. В интернете, кстати, конспирологическая теория есть, что Иран пытается замириться с Западом и сливает Хизбаллы. Я слышал эту вещь, но это дело заключается в том, что Иран теократическое государство. И есть там премьер, который ведет свою определенную политику. Но главным определителем курса Ирана является Айатала. Для Айаталы замирение с Западом в нынешних условиях невозможно. Это люди, которые не могут так быстро изменить курс. Ведь нельзя забывать, что иранские руководители, связанные с Дорсом Айаталы, они прошли самые тяжелые времена. Куда более тяжелые, чем теперешние, когда у Ирана есть надежные союзники, такие как Китай и Россия. Вот эти вот люди тогда не свернули с курса. А уж тем более не будут сворачиваться с этого курса сейчас. Поэтому если даже премьер попытается проводить прозападный курс, его быстренько-быстренько-быстренько нейтрализуют. Для этого есть еще одна структура, которая понесла тяжелые потери, которая обладает по своей мощи, по составу вооружения, военной техники, мощью, сопоставимой с вооруженными силами Ирана. Но в отличие от вооруженной силы Ирана, она связана, эта структура, ряд вами, это орденская структура. Это корпус стражи исламской революции. И эта структура на протяжении всего этого времени демонстрировала очень жесткую позицию в отношении тех же Соединенных Штатов Америки. И когда погиб у них руководитель этой структуры, то удары были ответные очень жестокие по американским базам. По американским базам, без всяких стеснений. Человек-руководитель Ирана ненешнего, светский руководитель Ирана. Он зажат с двух сторон. С одной стороны, авторитетом и властью духовного вождя Ирана. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова